Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. Мы сейчас вместе с моим мужем и маленькой дочкой находимся на море в Одессе. И мне пришла в голову замечательная идея снять для вас видео о том, как я готовлюсь к пляжному сезону. А именно, я расскажу о том, как я готовлю свое тело к выходу на пляж. Таким особенным дням нужно готовиться заранее, чтобы можно было спокойно расслабиться на пляже, лежа на лежаке с коктейлем в руках. И в этом видео я хочу рассказать о своих основных пунктах подготовки к отпуску. Конечно, здорово, если вы регулярно посещаете тренажерный зал, придерживаетесь правильного питания, у вас прекрасная фигура, конечно, претензий к вам нет. Но все же времени осталось не так уж и много, а фигуру нужно привести в порядок, хотя бы немного ее подкорректировать. У меня есть несколько тузов, как я это делаю, и сейчас я вам об этом расскажу. Первое, это очищение организма. Перед отпуском я стараюсь пить очень много жидкости, а именно чистой воды. Ни соков, ни чаев, никакой другой жидкости я не пью, кроме воды. Поэтому старайтесь пить очень много воды, особенно с утра на голодный желудок, натощак, выпивайте стаканчик, а то и два стаканчика воды, и потом в течение дня старайтесь пить много воды, два-три литра в день примерно. Не забывайте про это, это нужно делать каждый день. Из своего рациона я полностью убираю мучное, сладкое, молоко, сладкие йогурты, каши. Вообще этого нельзя. Налегайте в этот период на зелень, на зеленые овощи, на рыбку беленькую, на мяско беленькое, нежирное. Я знаю, что сейчас лето, и фруктов очень много, но поверьте, в них содержится большое количество сахара. И если вы будете много кушать фруктов, особенно на ночь, вы не похудеете. Если вы хотите фруктов, потому что сейчас лето, и это естественно, то, пожалуйста, кушайте их с утра, до 12 хотя бы, чтобы потом уже в течение дня их согнать, потому что вы двигаете. Следующее то, что вы должны делать, это много двигаться. Я советую в день проходить минимум 10 тысяч шагов. Когда вы на пляже, тоже не ленитесь, не лежите все время на лежаке. В каждом отеле практически есть спортзал, а если нет спортзала, то вдоль береговой линии 10 тысяч шагов. Я устраиваю себе примерно за день до вылета, разгрузочный день. Я кушаю либо одни яблоки зеленые, либо пью кефир 0% жирности, либо ем целый день один и тот же салат метелка. Одно из трех. Это примерно сценарий моей мини-диеты до отпуска. И если я буду ее придерживаться, то моя фигура немного подкорректируется. Следующее то, что я делаю, это ухаживаю за своей кожей. Если вы хотите немного избавиться от целлюлита, вы должны начинать свой уход со скрабирования. Начиная в ванной со скрабирования тела, беру свой новый эпилятор Brown Silk Peel 9 Spa. Это три бьюти-инструмента в одном, и они помогут мне подготовиться. Это эпиляторы и щетки-насадки для деликатного и глубокого пилинга. Я очень рада, что с ним я могу делать эпиляцию в душе, так как в воде эпиляция проходит более комфортно, чем обычно. Поверьте мне. Сначала я буду делать пилинг при помощи насадки-щетки. Она удалит отмертвевший слой кожи, сделает ее более сияющей. Это поможет крему после душа впитываться лучше, и кроме того, это помогает бороться с появлением вросших волосков и подготавливает кожу к эпиляции. И теперь после тщательного пилинга я буду делать эпиляцию. Кстати, последние 3-4 года у меня был эпилятор Brown Silk Epil 7. Я всегда его брала с собой в путешествии. Он был палочкой-выручалочкой. А сейчас у меня Brown Silk Epil 9. Как вы можете заметить, у новой модели более широкая головка, и заодно движение она удаляет намного больше волосков. От этого и быстрее эпиляция происходит. Как я делаю эпиляцию? Прикладываю кожу под углом 90 градусов и медленно веду против роста волос. Эта массажная насадка еще и стимулирует кожу, чтобы все прошло менее болезненно. Хочу сказать, чем чаще вы делаете эпиляцию, тем в дальнейшем она менее болезненна. И по сравнению с воском или шугарингом эта процедура менее болезненная, так как, во-первых, вы можете под водой все это делать, а, как вы знаете, вода снимает ощущения болевые, как бы и меньше стресса происходит, потому что вода успокаивает. И очень удобно, что здесь есть подсветка, она помогает не пропустить волоски. Я специально делаю эпиляцию за день, потому что могут быть небольшие покраснения, и за ночь кожа успокоится, и покраснения пройдут. Раньше я еще пробовала кремы для удаления волос, приходилось сидеть и ждать еще этот запах ужаснейший. Не все волоски удалялись, как-то полосочками там удалится, там останется. После воска слишком много грязи в ванной, и нужно, чтобы ваши волоски отросли, чтобы воск их смог захватить, это тоже неудобно. А с проведением эпиляции с Brown Silk и Peel Nine волоски должны отрасти всего на полмиллиметра. Поэтому я его всегда беру с собой в дорогу, он у меня как палочка-выручалочка, после депиляции там проходит несколько недель. Я смотрю на пляжи, на свои ножки, если что-то замечаю, я удаляю тут же экстренно нежелательные волоски. Обязательная процедура, после эпиляции я увлажняю кожу. Я совмещаю два в одном, так сказать, я делаю самомассаж, плюс ко всему я увлажняю кожу после эпиляции. Таким образом будут меньше покраснений и раздражений, и кожа успокоится. Начинаю я с пяточек, хорошо массирую свои ножки. Можно использовать натуральные масла, начиная с ног, постепенно поднимаясь вверх. А затем, когда я дохожу до бедер, использую баночку для массажа и специальное антицеллюлитное масло. Следующее, что я делаю, это привожу в порядок свои ногти на руках и на ногах. Примерно за день или два я делаю маникюр и педикюр. Можно делать это самостоятельно в домашних условиях, либо в салоне красоты. Если хотите подольше, то можно сделать гель-лак. Таким образом вам есть чем заняться, вы ухаживаете за своим телом, вы делаете себе массаж, вы делаете себе скребирование, вы увлажняете свою кожу. Это занимает немало времени, плюс ко всему вы отвлекаетесь от нежелательных мыслей о еде покушать. Вы себя стимулируете, вдохновляете на то, чтобы выглядеть прекрасно. Относитесь бережно к своему телу, ухаживайте за собой, не забудьте взять на море солнцезащитные кремы с СПФ защитой. Для тела 30-ку, для лица 50-ку, можете и для тела 50-ку взять. И не думайте, что если вы будете использовать солнцезащитный крем, вы не сможете загореть. Это миф, это неправда. Вы сможете загореть солнцезащитными кремами. Так что обязательно защищайтесь, мажьтесь каждые полтора-два часа. С собой обязательно я беру масочки для лица, для волос, эпилятор, чтобы избавиться от нежелательных волосков, потому что они всегда появляются в ненужном месте, в ненужное время. Я очень хочу, чтобы вы тоже попробовали этот эпилятор, поэтому предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. Конкурс заключается в следующем. В комментариях вы должны написать историю о том, как вы ухаживаете за своим телом перед отпуском. Как именно вы удаляете нежелательные волоски и почему вашим ножкам нужен эпилятор Brown Silk Epil 9 SPA. Это может быть интересная история, либо курьезный случай. Я вас не ограничиваю ни в чем. Пишите, делитесь своими историями. И авторы трех лучших комментариев получат эпиляторы Brown Silk Epil 9 SPA. Более подробные условия этого конкурса читайте внимательно в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok